МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году государственный бюджет подвергался жесткой корректировке. Расскажите, пожалуйста, с чем связана эта корректировка и каких отраслей больше всего она коснулась? Корректировка бюджета – это часть нашей работы, это обычная работа. В конец года всегда вносится корректировка бюджета, потому что, во-первых, мы все-таки должны сбалансировать свои доходы с расходами. Как правило, к этому моменту у нас переходят дополнительные средства от федерального бюджета, которое наконец-то правительство добилось. И в этот момент у нас обычно уже уточняются прогнозы поступления доходов в конце концов от хозяйствующих субъектов, от налогоплательщиков. И в связи с этим у нас, как правило, именно в это время происходит корректировка. Это практически получается последняя корректировка. Ну, возможно, в принципе, реглама не запрещает проведение еще какой-то корректировки. Но пока мы не планируем, но как выведет прямая, так и будет. Ну, почему корректировка? Вот в целом я сказал причины, да. Ну, у нас, к сожалению, те предприятия, которые являются крупными налогоплательщиками, они у нас экспортоориентированы, и их работа зависит от курса доллара. Ну, мы понимаем, что курс доллара мы принимали под 67 рублей за доллар, а на сегодня он упал до 57. То есть это очень большая разница. В связи с этим у нас большие, в основном это те предприятия, которые входят в концерненную группу налогоплательщиков по отрасли нефть, да, предприятия, к сожалению, не засчитались своей прибыли. И в связи с этим доходы на прибыль у нас довольно-таки серьезно уменьшены прогнозы. Это примерно около 4 миллиардов рублей, это очень большая сумма. Ну, естественно, под него мы должны уточняться по расходам. Поэтому вот как бы это большие, серьезные причины. Ну, естественно, у нас в конце года появляются иногда те приоритетные направления расходов, которые мы до конца года обязаны бы принимать и оплачивать эти расходы. А какие основные государственные программы были перераспределены и на сколько? Ну, правительство отрабатывало. Мы об этом говорили практически во всех уточнениях, корректировках бюджета, которые происходили в этом году. О том, что все-таки, скажем так, дополнительных источников увеличения доходов, к сожалению, у нас в 2017 году и, наверное, и в 2018 году не предвидится. Поэтому всем получателям, то есть распределителям бюджетных средств, ГРБС, так мы говорим, да, покороче, были даны задания со стороны правительства об уменьшении своих программных расходов примерно на 5%. Ну, все лето эта работа шла, у нас есть правительственная комиссия по бюджетным корректировкам, вот как раз по уточнению, да. Но, в конце концов, вот по последним результатам примерно где-то около 2 миллиардов рублей в целом собрали по, из нашего, скажем, расхода 189 миллиардов рублей, всего 2 миллиарда, как бы, да. Но эти все сэкономленные средства, там же вошли сэкономленные средства по коммунальным услугам, да. Мы знаем, что мы получили в этом году 13 с копейки миллиардов рублей от Росгидро на уменьшение тарифов, это по указу президента, по закону и по указу, да. И вот эти сэкономленные средства от бюджетных корректировок тоже пошли на уменьшение расходов и перераспределение на более приоритетное направление. Ну, сегодня сказать о том, что какая-то программа там сильно секвестирована, я бы не сказал. 5% не так уж и много. Ну, позволите мне. Тут, в общем-то, качество исполнения программ и качество, как бы, достигаемых целей, как это было одно из таких положений, не уменьшается. Поэтому сказать, что программы очень много секвестированы, конечно, не скажешь. Ну, да, но жирок определенный был перераспределен на более приоритетное направление. А каким-либо образом отразилось ли это перераспределение на отдельных категориях граждан? Дети-сироты, инвалиды, пенсионеры? Наоборот, вот это направление, да, у нас, например, на строительство жилья для детей-сирот увеличили на 290 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Но если на 18 год... Это произошло как раз за счет сэкономленных средств? Да, конечно, в том числе и сэкономленных средств. Дальше на лечение наших граждан в клиниках, которые находятся в Российской Федерации, увеличили практически на 20 миллионов рублей. На строительство перинациального центра у нас более 400 миллионов рублей направлено. Как бы это большие... Это дополнительные, как бы, расходы, которые мы приняли и в счет сэкономленных средств. Ну, вот, если считать вообще, в этом году уменьшение доходов и расходов в этой корректировке не предусмотрено. Оно, наоборот, увеличено примерно на 2,55 миллионов рублей. На 2 миллиарда 55. Ну, так же и расходы. Мы преднамеренно дефицит не тронули, потому что мы сегодня по государственному долгу находимся, как бы, очень, как бы, близко к тем пределам, параметрам, которые у нас указаны при получении бюджетных кредитов. Минфин нам ставил такие, как бы, задачи. Мы вот пока в пределах... Даже нам в связи с работой с дефицитом, с источниками финансирования дефицита, нам удалось немножко даже снизить верхний предел государственного долга. Сегодня он составляет 51 миллиард 650 миллионов рублей. Это очень большая сумма, на самом деле. Мы еще раз говорим, что мы очень близко находимся к 50% от собственных доходов. Дальше, в общем-то, идут определенные жесткие действия со стороны Минфина. Поэтому наша задача не перескакивать этот предел. В связи с этим у нас ограничены на определенном мере возможности по получению бюджетных кредитов. Можно бюджетных кредит и 5 миллиардов получить, и 6 миллиардов получить. Хотя в Российской Федерации такой суммы, конечно, нет. Но в связи с этим, чтобы не перескочить, мы можем сегодня получить практически, наверное, где-то около полутора миллиардов всего бюджетных кредитов. Поэтому мы тут определенным образом ограничены. А в целом, вообще говорить о том, что почему так произошло, в связи с тем, что у нас... Я говорил, мы принимали доллар. Это принимала и Россия, естественно, и регионы принимали. Курс рубля, да, по отношению к доллару 67, да, сегодня у нас 57. В связи с этим мы потеряли практически 3,8 миллиарда рублей налога на прибыль. Ну, оно у нас немножко скомпенсировано со стороны неналоговых доходов. У нас увеличились основные дивиденды от компании «Алдрус» на сумму 2 миллиарда рублей, ну, больше 2 миллиардов рублей, ну, и другие, как бы, неналоговые доходы. Оно, как бы, скомпенсировалось. Ну, и в связи с тем, что у нас... Мы об этом уже говорили давно, прямо когда мы принимали бюджет 2017 года, о том, что у нас расчетная дотация коммунальных организаций, к которым мы обязаны возместить разницу между экономически обоснованными тарифами и принятыми тарифами, у нас дефицит примерно оставался в пределах 5 миллиардов рублей. Мы об этом говорили, и вот, ну, конец года уже некуда отступать, и мы вынуждены сегодня искать источника доходов, именно покрытие этой суммы. Мы в этом раз, нам получилось 3,6 миллиардов рублей, это все уйдет, это, ну, можно назвать крупные предприятия, которые получат, это их выручка, которую мы их немножко, скажем так, задержали. Понятно, оно может пойти и на заработную плату, но, наверное, мы думаем, это все-таки уйдет на первую очередь на завоз топлива. Это зимний завоз, это ГУП, жилищно-коммунальное хозяйство, это не какая-то помощь там, да, это их выручка, которую мы обязаны компенсировать. Это теплоэнергосервис, это водоканал, это нам, коммунитеплосети, да, якутскоэнерго, вот эта сумма примерно составляет сегодня, которую мы предусмотрели в расходах и доходной части, это 3,6 миллиардов рублей. Откуда мы нашли, понятно, что мы сэкономили и плюс у нас увеличились безвозмездные, ну, источник безвозмездных доходов со стороны РИК-плюсов на сумму 2,5 миллиарда рублей. Вот она как бы перекрыла нам, позволила нам предусмотреть эти расходы. А есть ли изменения инвестиционной программы на 2017 год? Конечно, конечно, конечно же есть, потому что это как бы та часть, на которую у нас Минфин, Российская Федерация обращает внимание. Когда мы говорим, просим на социальные какие-то расходы, естественно, Минфин говорит, вот у вас есть инвест-программа, которая, она как бы не приоритетная, ну, с точки зрения бюджетного кодекса, да, вот берите оттуда, это там, да. У нас на сегодня со стороны бюджета Республики это 14 миллиардов рублей, это очень большая сумма, но тем не менее, все-таки подходы у нас были при этом, все-таки те обводные объекты, которые у нас были предусмотрены по инвестиционной программе, сохранить. И, в принципе, вот я смотрю, в внесенном бюджете пока, как бы, ни один объект как бы не убран, да. Да, есть суммы, которые перейдут на следующий год, то есть контракт заканчивается в этом году, а оплата произойдет в следующем году. Ну, естественно, где-то невыполненные работы, например, у объекта было, скажем, 60 миллионов рублей расходов, а выполненных работ всего на 40. Естественно, вот эти 20 миллионов рублей сокращены, и в сумме вот получилось у нас 444 миллиона рублей. Плюс ко всему мы вот предусмотрели перриентальный центр с плюсом, да. А какие-то объекты перенесли на следующий этап? Практически нет, все вводные объекты этого года, они остались вводными в этом году. Но расходы, которые не сумели освоить, естественно, они перешли на следующий год. У нас, ну, к сожалению, у нас по добрым делам идет сокращение, но, ну, возможно, тут и объективными причинами есть. Некоторые, скажем так, контракты не заключены по некоторым объектам, по некоторым нет финансирования со стороны муниципалитетов, что 50% они обязаны, да, муниципалитеты там компетировать. Вот и получилось, почти вот 500 миллионов у нас в бюджете было предусмотрено, осталось сегодня там чуть больше 200 миллионов рублей, почти половину. Но мы следующий год еще раз рассмотрим. Ну, там причин много все-таки по нему, и, наверное, у народных депутатов много будет вопросов, как раз по инвестиционной программе, ну, наверное, по программе, по фонду добрых дел. А какая работа сейчас ведется по предстоящему трехлетнему бюджету? Да, конечно, это направление идет, понятно, мы понимаем, что 17-й год довольно-таки сложный по доходной части, да, еще осталось буквально два месяца дохода, в котором там, естественно, правительство будет принимать всякие меры. Но параллельно идет еще и по 18-й год, плановый 18-й и плановый 19-20, то есть опять трехлетний бюджет. Конечно, мы считаем, что доходная часть не увеличится, то же самое, да, и сегодня также вот по получателям бюджетных средств даны такие же поручения со стороны правительства по уменьшению программных расходов. И сегодня эта работа ведется, я знаю, ну, мы уверены, что до 25 октября, это предусмотрено у нас законом о бюджетном процессе бюджетного устройства, этот бюджет будет внесен, и мы будем его рассматривать. Но сразу говорю, бюджет будет очень сложный, могу сказать, по инвестиционной программе, но с его залогом 3,5 миллиарда рублей. Спасибо, Юрий Михайлович, за содержательную беседу. И нашим телезрителям, я напоминаю, у нас в гостях был председатель постоянного комитета государственного собрания «ЛТУМЭН» по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. Всего доброго, оставайтесь с нами.